Итак, здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем проходить Human Resource Machine. И дело в том, что я уже задолбался. Если честно, я так задолбался проходить эту игру. И я думаю, я не буду, я упрощу свои выпуски. То есть я не буду часами там что-то пытаться переделывать, объяснять, там, усовершенствовать свои алгоритмы. Я просто вам покажу то, что я уже сделал, то, на что я потратил кучу времени. И всё. Так, и давайте же посмотрим, что мы там не прошли. Чтобы пройти это здесь. То есть здесь 23, значит 22, 23. Это у нас 23 последний. Последняя головоломка 23, которую мы решили. Значит, сейчас я вам буду показывать те, которые позже идут. Вот, 24, 25, 26. Это то, что я вам сегодня покажу. Это будет недолго, потому что, опять же, я мало буду рассказывать. Вот, как вы видите уже, как это выглядит. К тому же здесь сама система не очень сложная. Ну как? То есть, чтобы до неё догадаться, это, конечно, нужно какие-то силы затратить. Однако, не то, чтобы сильно. И снова здравствуйте. Сколько рабочих часов может уместиться в один день? Недостаточно. Всегда есть печальное напоминание о нерабочих часах. Хорошо, что всегда можно прийти на необязательную ночную смену, чтобы поработать подольше. Да, ну, это продолжение офисного юмора. О том, что, типа, я пришёл сюда, потому что очень люблю работать. И действительно. То есть, вот это вот, ну, не в таком виде, конечно. А в виде текста это такими вещами, то есть, набирая вот эти вот подобные. Нет, ну, не это, но эти же команды, но на ассемблере, то есть, там они немножко отличаются. Однако, по принципу действуют сходно. Набирая вот это вот, некоторые люди зарабатывают. Ну, сейчас довольно мало таких людей, потому что сейчас программируют, опять же, на более высокоуровневых языках программирования. Однако, ассемблер это такая штука, которая очень-очень ценна. Те, кто его знают, это, скажем так, боги программирования, фактически. Ну, да, боги не боги, но знать его довольно сложно в том плане, что нужно уметь из вот таких вот простейших команд не то, что там какие-то сложения, вычитания производить. Это прикиньте. То есть, это мы только будем производить какие-то операции с числами. А есть ведь еще более сложные задачи. То есть, можно игру на ассемблере написать. Это будет, конечно, очень геморно, но это возможно. И вот прикиньте, что человек, который в состоянии из машинного кода фактически написать какую-то игру, этот человек, он бог программирования, я считаю. Потому что он делает что-то из ничего. Хотя, опять же, высокоуровневые языки программирования, у них просто команды подразумевают под собой какой-то набор команд ассемблера. То есть, понимаете, в чем прикол? Что они просто упрощают все. То есть, у них есть команды, которые используют разные комбинации вот таких вот целых наборов команд, макросов ассемблера. И таким образом эти макросы, действуя определенным образом, они, ими можно быстрее оперировать. А если мы можем быстрее оперировать, то, следовательно, легче писать программы. Их недостаток, опять же, как я сказал, что они менее разнообразны, разносторонне, функциональны. Опять же, я это рассказываю для тех, кто не знаком с программированием, но смотрят вдруг мое прохождение. Мне уже, короче, там прилетело несколько дизлайков на мои видео. В общем, ну вы поняли. Ничего нормального на ютубе залайкать не могут. Нет, могут, но тоже дизлайки будут. И всегда будут, потому что, пидорасы, да, пидорасы и все, дебилы, блять. Вот так вот. Так вот, вот такая вот программа, то есть, что нам нужно получить. Для каждых двух вводимых вещей вы видите остаток, который получился бы в результате деления первого числа на второе. Не волнуйтесь, делить вам в самом деле не придется. И да, забудьте на время об отрицательных числах. Ну да, потому что с отрицательными числами эта схема ломается просто-напросто. Но отрицательные числа, возможно, нам дадут команду инверсию. Хотя тут есть команда инверсия. Тут, то есть, оно и получается вот сап. Это команда инверсии. То есть, сейчас посмотрим. Вот видите, он два инбокса. Сейчас первое число в ноль, второе в один. И сейчас будет сапить одно из второго. Видите, один. И вот так вот получается. Вот так вот получается. Так. Угу. Так. Ну и... Еще раз сапил из двух-три. Ну да, это второй раз. И когда оно уходит в минус, мы добавляем один. Плюс три. И аутбокс. Стоп. Ага. Да, остаток. Ну да. Тогда все правильно. Ну, потому что, то есть, да, все правильно. Ну, я проверяю, то есть, как оно у меня тут работает. То есть, если бы, конечно, делить нам тоже придется. Просто почему я такой подозрительный. Но, тем не менее, то есть, нормально все. Ну, то есть, когда в минус уходит, естественно, мы прибавляем то, что мы вычитали до этого один раз, чтобы не было минуса. И таким образом остаток всегда будет оставаться. Он на той остаток, чтобы оставаться. Ведь верно? Вот такая простая системка вам на вооружение. Модуль модуля. И причем это полностью оптимальная схема. Я не понимаю. Там типа вычислено, что вот такое-то количество надо пройти. Но, на самом деле, получается так, что мы эффективнее, чем они предусмотрели. А как они предусмотрели? То есть, да, там можно что-то, конечно, намутить. Но здесь тоже можно было еще больше намутить всяких команд. Да, везде можно было намутить. Но здесь, при том, что довольно-таки все оптимизировано, все равно у меня получается, то есть, нету ни одной звездочки. А здесь, при том, что довольно-таки очевидные вещи там я сделал, оно получилось очень даже, ну, оптимизировано. Накопительный отсчет. 25-й год. Для каждого вводимого числа вы видите сумму его самого и всех чисел вплоть до нуля. Например, если на ввод подается 3, то вывести следует 6. Так как 3 плюс 2 плюс 1 — 6. А, ясно. Интересно. Как-то это я забыл называется. По-моему, факториал или что-то вроде того. В чем смысл этого задания? Вот и я думаю. Та, смысл ясен. Довольно-таки простое задание. Я думаю, что оно как-то связано с вычислением объема пространства под лестницами. Все может быть. Хотя... А, да! Слышь, ты прав. Короче, то есть, например, под лестницей. Ну, если именно там внизу получается вот такая вот ступенчатая лестница. И там, получается, кубики вот эти вот. И объем этих кубиков. Сначала один кубик, потом два в высоту, потом три и так далее. Это, получается, лестница. Ну, если вы представите это, если у вас есть фантазия, то вы поймете, о чем я. Нам ведь следует где-то разместить стажеров. Так или иначе, вот такая простая схемка. Берем, потом если ноль, то выводим. Если нет, то складываем. И опять же, прыгаем, пока до нуля не дойдет. Когда до нуля, то на аутбокс все. Выводим. Ну, и отнимаем каждый раз. Все, короче. А, ну тут сами числа эти выводить не надо. Дальше у нас будет подобное задание. Только там нужно будет вы... Или это до того было. Не помню, было или будет задание такое. Ну, в общем, вывести все числа до того... Там, до этого числа. По-моему, было. Это как раз те Фибоначчи. Нет, ну Фибоначчи это немного не то. Хотя и похожее задание. Так, и... 26-й, последний. Разделение. Вот, я же сказал, то есть здесь будет... Вот такая вот фигня. Выход пометил. Ну, в принципе, можно не помечать. Не знаю. Однако, это выход. И снова здравствуйте. Помните, как-то раз я вам говорила, что делать не обязательно. Так вот, теперь придется. Ну да. Я же сказал, что будем делить. Для каждого из двух вводимых вещей определите, сколько раз первая вещь поместится во вторую. Не волнуйтесь насчет отрицательных чисел. Деление на ноль или об остатках. А ноль тут-то есть. То есть, в принципе... Не волнуйтесь о делении на ноль. Вообще-то надо волноваться. Тут есть ноль. Совет для самосовершенствования. Это отличная возможность для того, чтобы попрактиковаться в копировании программ с предыдущих заданий. И да, здесь много есть с предыдущих заданий у нас. Например, здесь используется ноль. Вот этот готовый. Потому что без него не обойдешься. Так же здесь, ну, два числа. Потом идет первое копируем. Вычитаем из первого второе. Если получилось негативное, джампимся сюда. Если нет, то копируем то, что получилось в первое. Потом прибавляем к нулю. То есть, это вот то, бамп ноль. Это вот выход наш. Это сколько раз поместилось первое во второе. Если же негативным стало, то значит, нужно вывести из выхода выход. На самом-то деле, довольно простое задание. Его, по крайней мере, объяснить можно. В отличие от многих других. Бах. Бах. Ну, в общем-то, вот такое вот вы можете построить. Он, конечно, долго вычисляет. И вот, прикиньте, в реальности компьютер точно так же делает. Вы думаете, вот эти вот миллионы операций в секунду, чем он там занимается? А вот он, потому-то ему и нужны эти миллионы операций в секунду. Потому что он занимается совершенно бессмысленными вычислениями в огромном количестве. Из-за того, что у него такая примитивная логика. Впрочем, у людей логика не намного сложнее. Ну, и все. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если понравилось. Подписаться на канал. Больше вы не увидите у меня тут всяких членов. И джигурды, и всякого говна. Всем пока!